Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, подписчики. Мы продолжаем лекции по Торе. Сегодняшняя недельная глава – это «Воейца». «Воейца» переводится как «И вышел». Якова Винуш, братец Яков, написано, он покидает свой дом своих отцов и идет в Харан. Сегодняшняя недельная глава посвящена, как он приезжает в Харан. Он женится, у него, слава Богу, четыре жены, у него рождается двенадцать детей, одиннадцать мальчиков и девочек. Почти все колена Израиля рождаются в этой недельной главе. И конец недельной главы, он возвращается. То есть эта недельная глава – это в прямом смысле рождение, возрождение, зарождение нашего народа. И, конечно, кроме исторической важности, это нам уроки каждодневной жизни. Мы, как потомки всех этих людей на этой недельной главе, мы должны учиться. Начинается глава, как я уже упомянул, «Воейцы», значит, он вышел. Если вы посмотрите автору, каждую неделю мы читаем специальный отрывок из пророков. И этот отрывок из пророка специально подобран, чтобы была какая-то связь с недельной главой. И начинается этот отрывок, это пророк ощущает, что Яков убежал. Воеврах Яков. В нашей недельной главе написано «Воейцы Яков». И вышел Яков. А второе, когда во второе приводится, он убежал. Если посмотреть на нас в прошлой недельной главе, ведь Ривка, его мама, сказала ему, что он должен бежать от брата своего Исава, потому что Исав замышлял его убить. И в прошлой недельной главе Ривка ему говорит, чтобы он бежал. Но интересно, что несмотря на то, что Ривка ему сказала «бежал», на самом деле, по-простому сказать, он так и бежал. Он убегал от своего брата. Наша недельная глава называется «Воейцы Яков». Яков никогда не терял себя. Яков не терял самого себя. Он всегда... Какой бы ситуации он ни был, у него была непростая жизнь. Можно перечислять в нашей недельной главе, в следующей недельной главе. Он всегда себя контролировал, у волоса самоконтроля. То есть он даже, когда он вроде бы и бежал, но он себя контролировал. Если очень много историй во времена Второй мировой войны, то, что ближе к нам, когда великие раввины, они с одной стороны бежали от опасности. С другой стороны, очень много историй. Когда они полностью контролировали себя, одну из историй рассказывают, что главный раввин Бреста, Брескиров, когда они бежали, то приводится они прямо там уже, то есть там, где они находились, уже фашисты захватили эти места. И они прямо, безусловно, с подноса у них убежали. Так рассказывают, что он сказал своей семье, что когда они едут, просто надо думать о Всевышнем. Приводится, что если человек полностью-полностью все свои мысли отдает Всевышнему, так с ним ничего не случится. Действительно, рассказывают, что чуть-чуть не чудеса с ним случаются. То есть они могли себя контролировать в таких непростых ситуациях. Так Яков, написано, что он боится. Он вышел, и, интересно, наш день, дальше, если вы посмотрите, тоже, когда его обманули, он семь лет отработал, причем очень серьезно работал, был пастухом, он семь лет отработал, ему должны были дать роху в жены, потом ему дали другую жену в жены, Лея. На следующее утро написано, что он пришел к своему новому тестю и говорит, зачем ты почему-то меня обманул. И крик, например, человек семь лет отработал. На что ему отвечают, а у нас обычаи, у нас обычаи, мы не даем в жены, мы замуж не выдаем, младшую, мере, старшей. Почему же ты мне раньше не сказал? Зачем это все было делать? Он свадьбу такую сделал. Нет, Яков спокойный, и жизнь продолжается. Между прочим, если бы Яков себя не сдержал, он бы накричал, скорее всего, бы его прогнали, и вряд ли бы еврейский народ таким, как он есть. Яков умел себя полностью сдерживать в любой ситуации, и, конечно, это легко, когда легко все просто. Но когда у человека действительно в жизни происходят неприятные моменты, это надо иметь ввиду нашего прородца, нашего прородца Якова. Потом приводится он вышел из Бешевы, пошел в Харан, и он прошел святое место. Если вы просто читаете Тору, тоже хорошая книжка читать, просто создает впечатление, что-то он вышел, пошел, вышел, заснул. На самом деле, наши мудрецы в Геморре, в Медаше приводят, что Яков, если взять жир из Медякова, там пропущены 14 лет. Раш в нескольких местах, Гемора приводят, там можно рассчитать по годам, когда Яков родился, когда он получил богословение, 14 лет пропущено, и наши мудрецы в Талмуде говорят, что он на самом деле сначала пошел учиться 14 лет в Дешире. Яшива Эйвера, то, что называется Шем Ве Эйвер. Яшива Шем Ве Эйвер, на самом деле, Шем Сыноха, примерно в этот момент, умер, то есть называется он Яшива Эйвера Эйвер, тоже потомок Шема был, и не была Яшива. У них была Яшива, понятно, что они не учили, мы когда-то уже упомянули, что Яшива, Шем Ве Эйвера, не учили месехты Талмуда Вавилонского, который еще не был написан. Но что интересно, что же они тогда учили, они учили то, что называется Слово Божье. То есть они учили, как жить на свете, они знали некоторые слова Тора, просто Тора была в другой форме. На 14 лет там Яков учился, и надо не забывать, что Шем, который, ну, с наположника этой Яшивы, это тот, кто видел потоп. То есть Шем, ему уже было много лет, когда этот потоп случился, то есть он помнит еще поколение, он помнил поколение допотопное поколение. Он видел всех этих людей, которые грешили, и убьет, что с ними случилось. Эйвер жил во времена, когда, во времена Лавровской башни, когда люди были наказаны, когда весь мир изменился. То есть оба они, вот эти основоположники, это Яшивы, они видели, что с людьми может произойти, когда они ведут себя, как попало. Они видели, до чего это доводит. И они снова Яшива. Можно догадываться, что там учили, как жить. Это очень важно. Люди думают, надо профессию получить, это важно, конечно. Есть вещи, которые мы сами догадаемся. Например, очень многие люди, ну, женился, детей воспитать, что там уже? Меня же как-то воспитали, да? Есть, которые, что там специальные книжки читают, ну, вообще, что там воспитывать? Люди, которые женятся тоже, ну, жениться как-то не будем, жить и так далее. Есть вещи в жизни, которые на самом деле не сравнить человек, который просто так их делает, или человек, который учится, как жить с женой или с мужем, как воспитывать детей, как романить. Есть очень много книг, причем в Торе, есть очень много книг, мудрецов Тора, которые, это даже в наше время, причем многие из них переведены на русский язык. И Яков 14 лет этому учился. И поэтому Яков мог себя потом контролировать, когда он пришел к своему Лавану, к своему тестю, он себя контролировал. И это у него, откуда у него все, у него взялось, ну, вот этот заряд, это вот эти 14 лет, которые его подготовили. На самом деле, он уже был немолодой, можно было сказать, что он тратит время, надо идти, бежать, спешить. Нет. Более того, он не был за них наказан. Все года, которые он провел вдали от своих родителей, он был наказан. Иосиф был вдали от него в то же самое время. Он как бы ушел от своих родителей, якобы, он был наказан, что от него ушел сын. Но вот эти 14 лет он не был наказан. Они были как бы необходимы для его роста. Потом, когда он заснул, написано перед этим, что он нашел это святое место. На самом деле, это была храмовая гора. Храма, она еще называлась Храма Герои, но это то место, на котором его дед Авраам почти принес Ицкока в жертву. То есть, это было святое место. Это то место, на котором потом был построен первый и второй храм. И это то место, которое мы ждем с Божьей помощью, на которое будет отстроен скоро третий храм. Итак, Яков прошел мимо этого святое места. Он вернулся, молился. Написано, что Яков молится Марии, Аравит. Это вечерняя молитва. И у нас есть три основных молитва, которые мы молимся каждый день. Мужчины точно обязаны их молиться. Это Шахарит, Минха и Аравит или Мария. Утренняя, дневная и вечерняя молитва. Любой человек, который немножко знает Сидур, они там написаны. Шахарит немножко подлиннее. Минха на самом деле самая короткая и Мария. И написано, что утренняя молитва она была основана Авраамом, дневная молитва Ицлаком и вечерняя, это наша недельная глава, это Яков. Интересно, что еврейский день, то есть еврейские сутки, мы знаем, начинаются вечером. Суббота начинается в пятницу вечером у нас. Все еврейские праздники начинаются вечером. То есть еврейский день начинается вечером, поскольку в начале Торы «Совторение мира» написано, что было вечером, было утро. То есть четко в Торе написано, что день, Божий день, как говорится, начинается вечером, потом идет утро. Почему же наши молитвы, если возьмете Сидур, если возьмете начинается с Шахариса, да, конечно, первая молитва это аврамская молитва. То есть Сидур как бы начинается с утра. Ну, конечно, потому что Авраам начал с Шахариса, но почему так? Так, некоторые объясняют, что очень интересно, Авраама жизнь можно назвать утро. То есть Авраам, опять-таки, у него было десять испытаний, у него была не такая простая жизнь, но в конечном итоге у него была жизнь без больших несчастей, у него жизнь была зарождение, зарождение, самое начало еврейского народа. это как бы утро, свет, свет, шахарит, солнце восходит, это был наш Авраам. У него было тоже, у него было много учеников, у многих людей привел к Всевышнему. Ицхак, очень интересно, Ицхак, про него очень мало вообще в Торе написано, это очень интересно, хотя из наших праотцов, он жил дольше всех, но про Ицхак очень мало в Торе написано, это уже как бы солнце заходит уже после полудня, то есть это день еврейского народа, на самом деле это первый еврей, который родился евреем, Ицхак это первый еврей, который родился евреем, он обрезан был на восьмой день, ему сделали обрезание, то есть это первый настоящий, полноправный настоящий еврей, Яков это уже вечер и ночь, Яков это тот еврей, который, с одной стороны, он учил много Тору, с другой стороны, он должен бежать от своего брата, он должен бежать потом от своего теста, у него проблемы мы в этой недельной встрече, это вечер, это галут, это изгнание, так якобы это аравид, и поэтому идея, что человек, где бы он ни находился, у нас есть какая-то молитва. У нас есть моменты жизни, которые утро, у нас есть моменты жизни, которые вечер и ночь. У нас просто возраст, есть люди, когда моложе, люди, когда вечер. Вечер, да, в любой момент у нас есть молитва. Интересно, что же они сделали эту молитву? Представьте себе, что есть прямая связь, то есть есть обычный телефон, что надо нажимать, у вас есть прямая связь, поднимаешь трубку, сразу можно говорить со смольным, да. Так у нас есть как бы три телефона, три прямых, прямая линия, прямая линия, как всего, называется Шахарид, Минха и Аравид, и они как бы установлены были, вот эти, в былые времена говорили про, в наше время у нас уже все беспроводные, все телефоны, конечно, но построены вот эти линии, это было Шахарид с Авраамом, Минха, Ицхаком и Аравид Яковом, и мы ими пользуемся. Кроме этого мы можем спонтанно, человек спонтанно имеет право, может, и Всевышний слышит эти молитвы, когда бы человеку не нужна была какая-то помощь Всевышнему, по мелочам, мы всегда можем к нему обратиться, но это другой, это как бы другая молитва. Те вот эти три молитвы, это как бы у нас есть прямая связь, оно уже проложено, и Аравид, вечерняя молитва, это Яков, интересно, что изначально Аравид вообще была такая молитва, что не обязательно было даже молиться. В наше время вообще принято, мужчины все молятся, это молитва, которая включает в себя Шмай Исраэль, то есть мужчины, конечно, разве что есть у них какие-то особые ситуации, особые моменты, они должны молиться, женщины, большинство женщин не молятся, некоторые женщины да, молятся, то есть это уже более по желанию. Но это молитва, которая Яков, это наша недельная глава, это вечерняя, она и называется вечерняя молитва. Это то, чему Яков нас научил. Дальше, после того, как он помолился, очень интересный момент, после этого к нему приходит Всевышний, и Всевышний к нему обращается и говорит, я Бог, Авраама твоего отца, то есть интересно, что приводится, что он назвал Авраама его отцом, окей, это не так страшно, потому что это был его адент, но это был его как-то отец, и Я Бог Исхака. Все вроде бы нормально, это френдер, Всевышний когда представился, если так можно сказать, в этом сне Всевышний пришел и говорит, представился, что Я Бог Авраама твоего отца, Я Бог Исхака. На самом деле, каждое утро, каждый день мы когда молимся Шмана Исраэ, мы говорим Алаке Авраама, Алаке Исхака, Алаке Яка, Я Бог Авраама, Я Бог Исхака, Я Бог Яка. То есть Всевышний, если так можно сказать, это его имя. Кстати, очень интересный момент, что насколько наши пророцы, то есть они просто были хорошие евреи, они были хорошие евреи тоже, то есть был хороший еврей Авраам, хороший еврей Исхак. Всевышний называется, то есть Всевышний это его название, он называется Бог Авраама, Бог Исхака, то есть иногда называется Бог Евреев, иногда приводится такой момент. Но написано, что называется Бог Авраам, Болыцкакова, Якова. Мы к нему так обращаемся. И вот наш недельный глаголин, он как бы даже представился, очень интересно, то есть Всевышний, так можно сказать, представился, что я Бог Авраама, Ицкака. Что вроде бы нормально. Но наши мудрецы были недовольны этой фразой. То есть недовольны, они удивлены. Есть правило, очень интересное правило. Всевышний не упоминает своё имя вместе с живыми людьми. Почему? Потому что человек, пока он жив, каким бы он праведником не был, он был цадик, он очень хороший человек, мы никогда не знаем, что будет дальше, чем это закончится. Конечно, мы надеемся, особенно когда человек праведник, действительно человек знаток Торы, ну чего уж переживать. Во-первых, к сожалению, в истории еврейского народа были исключения. Самое, наверное, знаменитое это был Коэн Гадо, был первый священник Юрехан Коэн Гадо, который много лет заходил в святую святых, в конечном итоге он отошёл от иудаизма. Бывают ситуации, мы никогда не знаем, у нас есть право выбора. И никогда не знают, что с ним будет. Поэтому Всевышний, как бы, не то, что Всевышний боится, Всевышний понимает, что происходит. У нас хоть и есть право выбора, но Всевышний знает, что будет. Большой философский вопрос, как это работает. Но такое правило, что Всевышний не упоминает своё имя с человеком, который потенциально может всё ещё стать грешником. После того, как человек уже ушёл в мир иной, это всё равно, что самолёт уже приземлился. Всё, самолёт приземлился, уже ничего плохого не будет. Уже всё, благополучно слетал, слетал всё в космос и приземлился. На самом деле, это ещё интересно, потому что пока самолёт не приземлится, пока, это сам человек, который там космонавтный не вернулись на Землю, нельзя сказать, что благополучный был полёт, правильно? То же самое. И все люди, дай Бог, чтобы все долго жили, чтобы мы смогли в нашей жизни как можно больше достичь. Но пока человек ещё летает, пока он не приземлился, никто не знает. Вопрос, почему же написано Лаке-Ицхак? Ицхак был ещё тогда жив, Ицхак ещё долго будет жить, почему же Всевышний упоминает своё имя вместе с Ицхаком. Раша приводит, что Ицхак был слепым. И есть правило, что человек, который не про кого сказано слепой, он приравнивается к мертвецу. И тут приводится интересная тема, что человек, живой человек, есть четыре вида людей, которые наши мудрецы, причём наши мудрецы доказывают из разных отрывков Торы. Сейчас мы с вами некоторые увидим, что человек иногда считается как бы мёртвым. Так Ицхак, он был как бы мёртвым, поэтому если он мёртвый, с ним можно упомянуть его имя. Что? Как это понимать, что он мёртвый? Он был, слава богу, жив, и он очень долго жил. Идея такая, что мы должны понять, что такое жить, что такое наоборот. Человек, часть, огромная часть этой жизни, это наши испытания, это наши возможности согрешить, то, что я на самом деле и говорил. И человек всю свою жизнь, он должен прожить, преодолевая свои испытания, преодолевая свои плохие желания. У каждого из нас, так мы созданы, есть какие-то внутренние нехорошие желания. У каждого они свои. Не надо, кстати, не принято ими делиться с другим, не надо никому рассказывать. Приводится в книжках, что никогда не надо другому рассказывать о своих грехах, о своих плохих желаниях, не надо просто с ними работать. И человек, пока они у него есть, значит, он живёт. После того, как человек, то, что называется на иврите, нефтар, нефтар, то он освободился, он ушёл в другой свет, ему там уже ничего не надо делать, у него ничего плохого он не хочет, он уже ушёл. Так человек, который слепой, у него очень притуплены все желания, потому что он ничего плохого не видит, ничего, большинство желаний нехороших, они начинаются с того, что человек что-то видит. Вашма Исраема в конце говорит, что не следуйте своим глазам. Это запрещено, кстати, второе. Луиса, Сур, Ахарей, Лабавхем, Ахарей, Неха, не следите своему сердцу, не следите своими глазами. Иерусалимский талмуд приводит, что обычно человек, сначала он думает, потом он видит, а потом он хочет, и пошло-поехало. Но глаза являются частью вот этого процесса, грешного процесса. И поэтому, когда у человека, не дай бог, он слепой, у него-то все притуплено. Поэтому Исрак считался, как будто он мертвый. И поэтому все, за него можно уже не переживать. Интересно, что на самом деле, с аллогической точки зрения, человек, человек, который слепой, он полностью все обязан делать, ну, по мере возможностей, но, тем не менее, на него притуплено. Какие же еще виды людей наши мудрецы говорят? Интересно, что три из них, три из четырех, в нашей недельной главе упомянуты. Первый, то, что мы сейчас с вами слышали, слепой. Следующий момент, который тоже косвенно упоминает в нашей недельной главе, это тоже с Яковом, кстати, произошло. Когда Яков пришел свататься к Рихке, к Рахель и Лей, в конечном итоге, нигде не написано, что он принес какие-то подарки. Ведь он же, еще раз, мы помним, когда Ицкак, искали Ицкаку жену, там принесли всякие и обручи, и там были, серьги. Яков приезжает, ведь ничего не написано. Опять-таки, надо учить Медрэш и надо учить Устную Тору, раз оказывается, после того, как Яков убежал, его брат Эйса тоже был не шламазл, и Яков убежал, но Эйса послал догонку своего сына Лефаза, чтобы он его догнал и убил. И так и так оно и случилось, Лефаз догоняет Якова, и Лефаз, у него вот дилемма, с одной стороны, Лефаз на самом деле написано, что Лефаз, он был воспитан немножко Ицкак, он был внуком Ицкака, и он понимал, что это нехорошо убивать своего дядя. С другой стороны, он Яков прямо в текстах сказал, что мне папа приказал вас убить, а у Эйса у него очень большое внимание уделялось уважению к родителям. Эйса он, кстати, очень уважал своего отца Ицкака, и он так воспитал своих детей, что если папа что-то сказал, так надо делать. Точно так же, как у евреев есть три греха, которые даже если вопрос жизни и смерти мы не имеем права нарушить, так у Ица было то же самое, уважение к родителям. И его сын, сын Ица в Элифаз, где попадает неловкое положение, с одной стороны он должен убить Якова, с другой стороны не хочется. И тут Яков, Яков тоже не шломался, говорит ему, смотри, мертвый, это, конечно, то, что ты должен сделать, но человек, который полностью бедный, он тоже считается как мертвый. И это нас приводит ко второму виду людей, бедняк. Он, причем он и в данном случае Элифаз у Якова забрал все. Когда я говорю все, это значит в прямом смысле слова все, все, все. Потом Якову повезло, он нашел мертвого погибшего всадника и он с него снял одежду. Потому что Якова в прямом смысле слова не было ни нитки. И такой человек просто сказал бы мертвый. Таким образом они договорились. Уже тогда, уже в те времена люди умели учиться. Так Яков договорился с Элифазом. Ты иди к своему папе. Папа тебе сказал сделать меня мертвым. Ты меня сделал мертвым. Ты у меня все забрал. Как я догадываюсь, Элифаз не очень расстроился, потому что теперь получается все эти вещи, которые он Якова забрал, мы понимаем, куда они пошли на благотворительность, на какую благотворительность. Все. Все были довольны. Элифаз доволен, Яков доволен. Но пока что мы выучили еще один вид людей, когда человек бедный. Почему же он мертвым считается? По нашей логике, когда у человека нет денег, он тоже не может соблюдать многие части митцвы. Очень многие митцвы связаны с затратами. Само собой, разумеется, та же самая мотца, те же самые твилинцы, цицейт, ну лапсы, что надо покупать. Человек хочет давать сдоху. Человек, когда у него вообще бедность написано, что в Гиморре написано, что человек, когда у него, не дай бог, бедность, он не может нормально жить. Он не может сосредоточиться, он не может сосредоточиться во время молитвы. Когда у человека без слова нету хлеба на сто положить, он не может сосредоточиться во время молитвы, он не может служить Богу. Человек мешает ему это, его каждодневное служение Бога, значит, его жизнь немножко притуплена. А когда человек полностью беден, он как будто как мертв. То есть пока что мы видели слепого, бедного, третий человек, который напрямую написан в нашей недельной главе, это Рахель. Рахель, если посмотрите, когда он не у Леи рождались дети, у Рахель никто не рождался, это да. Рахель говорит, Якову, попроси за меня, она сказала такую празу, что дай мне детей, иначе я умру, и мейса, интересно, там ударение можно поставить по-разному. Мейса, я умру, так можно понять это как в будущем времени, я в будущем времени умру, мейса, или мейса, я уже умерла. Будущее и прошедшее время там в святом языке зависит на самом деле от ударения. На самом деле она говорила, если так, с точки зрения грамматики, она говорила, я умру, я от горя умру, если у меня не будут детей. Но раньше говоришь, она как бы сказала, я уже умерла. У меня нету детей, это третий человек, который считается как бы мертвый, это человек, у которого нету детей, опять-таки, бездетный человек, большая часть иудаизма это воспитывать детей, это преподавать им Тору, человек это часть нормальной, полноценной жизни. Собой самой, разумеется, что человек, точно так же, как человек, который слепой, он продолжает, написано, что он, в прямом смысле слова, мертвый, и бедный человек, все эти люди, они должны продолжать, и они продолжают, и очень многие, были великие раввины, которые были мертвы, были, не мертвы, слепые, были бедные, были бездетные, но эти вещи мешают человеку жить. Кстати, четвертый, четвертый вид людей, это, точительно, меньше упоминается в Торре, это прокаженный, прокаженный человек, его вбрасывают, отдаляют за пределы стана, опять-таки, он не может нормально жить, но все эти вещи, на сути, что настоящая жизнь, если так даже думаться, настоящая жизнь, это способность, возможность, что-то достичь, то есть, чего-то хорошего достичь, с точки зрения Торы, еще одну митцию, еще кому-то помочь, еще себе помочь, что-то выучить, и когда у кого-то притуплена возможность, или у него нет денег, или, опять-таки, деньги, надо не за ваши деньги, деньги могут быть испытанием тоже, когда много денег, это может быть испытание, куда их потратить, куда их выбросить, многие люди говорят, дайте мне испытания, нет, такие испытания, не надо заговаривать, кто его знает, но когда у человека нет в нормальной жизни башни этих вещей, значит, он не может полноценно служить Богу, я хочу вернуться на минуту, к этой фразе, Рохал, кстати, Рохал сказала, Якову, что если ты не дашь детей, я или умерла, или умру, и написано, что Яков очень обиделся, рассердился, так интересно, одно из объяснений, Рохаим говорит, что она сказала, что я умру, и Яков очень непонятно, так не говорят, нельзя такие слова говорить, я умру, ты себя проклинаешь, интересно, что в конечном итоге, что произошло с Рохалом, так и написано, что Яков, интересно, что Яков, когда, в конце единой главы, Рохал украла идолов своего папы, Яков проклял, он не знал, что это его годная жена, Рохал украла, в конечном итоге, Рохал очень молодой умерла, во время родов, но интересно, что Яков очень, потому как у Рохаим очень, он очень разозлился, надо не забывать, это тот Яков, которому мы в начале у Роха говорили, что он себя контролировал, умел себя контролировать, и он, и Рохал просто отчитал, что он, Рохал сказал, что нельзя это говорить, очень часто люди, которые немножко постарше, уже все равно делают, они говорят такие вещи, а что бы уже мне уже, сколько уже мне, мне еще недолго осталось, не переживай, люди говорят, бросай, это неправильно, у нашего языка есть сила, у кого больше, у кого меньше, но иногда люди, когда что-то скажут, оно может случиться, это не суеверие, а наговаривать, это знаете, сглазить, оно реально, то есть Бог создал этот мир, точно так же, как есть все законы, которые вы в средней школе учили, так есть другие законы, как Бог создал мир, один из этих законов, когда люди говорят, он действительно имеет сил, когда мы кого-то благословить можем, мы можем благословить, наоборот, мы можем кому-то пожелать что-то хорошее, мы можем, не дай Бог, наоборот, и когда люди даже о себе это говорят, это очень неправильно, никогда, ни в коем случае, не надо ни о ком, и даже о себе никогда не говорят, а что бы уже мне было, что бы уже у меня это закончилось, что бы уже, у вас нечего, вам нечего сказать, лучше помолчать. Мы видим, что даже Яков разозлился на Роха, потому что он это говорил. Итак, Яков приходит к своему будущему тестью Лавану. Интересно, как он нашел всю эту семью. Он идет к колодцу. Мы уже научили, как его папа нашел жену себе. И он идет к колодцу. И там интересный момент происходит. Опять-таки, в те же времена, надо не забывать, что в те времена фотографий не было, журналов не печатали. Никто не знал, как выглядит правильно. Никто не знал, что вот этот Яков, это то. Он приходит, совершенно незнакомый человек. И он приходит к колодцу, спрашивает, вы знаете, где-то тут живет Лаван? И говорят, как раз он жизнь живет. И потом начинается интересный вопрос. Он задает им вопрос. Он говорит, почему вы собираетесь уже, собираетесь восход? Он подумал, что в посредине дня ему показалось, что народу уже все заканчивается рабочий день. И он немножко так отчитывает их. Что-то вы вдруг день заканчиваете посредине дня. Нехорошо. Некоторые из них работали, кстати, на Лавану. И он их отчитал. Вопрос. Ведь день еще, давайте, и сказал он, ведь день еще велик, не время собираться скоту, напоите овец, идите посетите. Теперь, представьте себе, вы идете по улице. Я не знаю, в какой стране вы живете, в каком городе вы живете. Но почти в всех городах, это интересно получается, когда на улице, например, электрокомпания чинит провода. Или компания водные какие-то трубы чистит. Очень часто, очень часто, я не знаю, как это получается, приходит команда, бригада. Пять человек, шесть человек. Трое смотрят, двое помогают, один работает. И вот вы проходите по улице, вы идете по улице, вы смотрите, как там ребята из этой бригады, там, двое пива пьют, один там, что-то работает, да. Вы подходите им, говорите, слушайте, ребята, нехорошо как-то, вы же, ну, понятно, что вы на государство работаете, но что, идите работать. Эти ребята, скорее всего, в мягкой форме вас направят, где, куда, и это в лучшем случае. Почему? Потому что, слушайте, вы себе идете, продолжаете идти. Да, как у нас в Америке говорят, mind your own business. Это не ваше дело. Приходит Яков, спросил, да, вы знаете, ладно, начинает им отчитывать, что вы, значит, шолом алейхом, здравствуйте. А они, наоборот, они, они, мало того, что ничего, они, да, им ответили, все хорошо, они вам объяснили, что происходит. Такой ответ, очень интересно. Яков, как нашел, как начался этот разговор? Яков им сказал, братья мои, и сказал им, Яков, братья мои, он обратился, ахай, он обратился, ахай, он искренне обратился. Они почувствовали, что это наш, мы с ними разговаривали, потом, между прочим, им сказал, слушайте, что вы так делаете, и они, с удовольствием, ему объяснили. Очень часто люди, когда мы даже видим, что, слушайте, что это неправильно, я, кстати, закон, официальные законы, правила, когда мы обязаны кого-то, отчитывать, мы можем кого-то отчитывать, когда нельзя, даже нельзя кого-то отчитывать. То есть разные, разные моменты, но, если вы будете сразу, ни с того, ни с сего начинать разговор, что тебе, как тебе не стыдно, кто такой вообще может, на кого ты похож? Рассказывают очень интересную историю. Парнишка, что по улице? У него была очень маленькая экипа. Тема отдельного урока, размер экипы. Ну, что парень по улице с большой шевалюрой? Маленькая экипа. Какой-то пожилой еврей, ты увидел, а, как тебе не стыдно, что, ну, посмотри, что парень сделал? Парень взял эту экипу, снял с головы, сложил, положил себе в карман. Все. Если бы я шел без экипа, мне же никто ничего не сказал. Поэтому вопрос, как и как начать разговор. Очень много историй, когда великие экипы, которые не были большими профессионалами, то, что называется, киров, приближатели евреев, которые, они просто были раввинами, они учили Тору. Но своей любовью они привели очень многих людей к Торе, к Богу. Рассказывают историю. Когда я был в Израиле, я слышал историю. Я не обучаюсь за правдопадную историю, но я то, что я слышал. Один раз в субботу машина, ехала машина, к сожалению, с евреями. И на свою голову они заехали, они что-то не туда повернули, они заехали в религиозный квартал. И их, к сожалению, закидали камня. Я ни в коем случае не одобряю, и, кстати, я не выражаю свое мнение. Есть законы субботы, в субботу камнями мы не кидаемся. Их, кстати, тоже надо любить. Если мы уж так всех любим, надо задуматься. Но, к сожалению, они туда не заехали, закидали машину камнями, полностью машина в дребезке, они бедные вышли, они не знают, что теперь делать. И пришла к ним религиозная семья, которая все это видела, которая им это очень жалко, они сказали, слушайте, нам очень стыдно и неприятно. У нас сейчас начинается субботняя трапеза, поедем, мы хоть что-то теплое дадим покушать. Хорошо. Они пришли в эту религиозную семью, они увидели первый раз в жизни, что такое субботняя трапеза. Они увидели первый раз в жизни, что такое субботняя трапеза, что такое еврейская семья, когда дети, когда папа, когда рассказывают во рту, когда споют песни, Они пришли к религии, они стали религиозными. Конечно, можно сказать, ну вот видите, от Мина Шамаем, от Бога. Но в конечном итоге, если вы хотите кого-то привести к религии, или вы хотите сами прийти к религии, или кому-то сделать замечание, вместо того, чтобы камнями швыряться и кидаться, просто дать кому-то теплого чон-то, оно значительно лучше работает. Так наш Якова Вину, он сказал, ахай. И потом, еще раз, есть правило, я сейчас не рассказываю, иногда вы обязаны кому-то что-то сказать, иногда вы не имеете права кому-то что-то сказать. Иногда разные бывают ситуации, но всегда надо знать, как это сказать. Как это сказать? И нас, Яков, это очень интересно. Яков, если мы перепрыгнем немножко, в конце недельной главы, он видит, что Лаван к нему уже не так хорошо относится, Соломак на него косо смотрит, он уже слышит, что происходит, и к нему пришел Всевышний, и говорит, Яков, едь обратно. К нему пришел Всевышний, Яков, едь обратно. Яков вызывает своих жен, Роглэя, и Яков рассказывает, вот я на вашего папу работал уже 20 лет, и я ночью не спал, следил за вашими волосами, и ваш папа меня сколько раз обманул, и все. И в конце, он упомянул в конце, что, by the way, между прочим, он упомянул, что да, мне еще Всевышний тоже пришел, что можно ехать. Так Шелло, Шелло Акадош, один из классических еврейских книг, и вы смотрите, как интересно, Яков мог им просто сказать, слушайте сюда, у меня было видение, 15 минут на собрать вещи, поехали. Так, Яков, очень интересная вещь нас учат, Яков был главой семьи, его уважали, его все уважали, он мог просто так действительно вам сказать. Когда даже человек, который начальник, человек, который, это может быть директор, учитель, это может быть родители, когда вам надо кому-то что-то сказать, приказать что-то делать, всегда желательно это сделать в мягкой форме, чтобы они это хотели тоже делать. Да, вы можете быть диктатором, вы можете всеми сказать, так, кто здесь хозяин, я хочу так-то, 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 и может быть, они даже это сделают. Но всегда лучше, когда вы им объясните, почему, вы объясните как вы объясните что и тогда они сами захотят это сделать теперь надо знать если будет очень аккуратный баланс понимаете ничего не получается что мы эту всю религию соблюдаем потому что нам так хочется то есть это да это хорошая вещь потому что вдруг нам потом не захочется я когда упомянул в конце что с ним всевышний разговаривал и жены когда ему ответили они тоже сказать что он же совсем нам ничего не осталось мы тоже все-таки дочери и да они тоже в конце сказали и давай слушаться то что тебе всевышний сказал но еще раз я у нас учит что когда мы с кем-то общаемся сюда минимально нажимать минимально давить максимально говорить это тоже человек вы хотите чтобы он вас слушался выходить чтобы он правильно поступил это когда был верен что вы права он не прав кстати сколько бывает ситуация когда к сожалению люди которые думают что они правы они к сожалению являются начальниками и всякие ситуации даже когда вы знаете что вы правы вы вы великий раввин вы знаете что вы правы всегда когда вы обращаетесь это могут ваши дети ваши ученики ваши соседи если вы делаете замечание это надо делать замечание как своему любимому человеку хочется двенадцать одиннадцать сыновей у якобы рождаются в двух словах хотя бы иуде хотелось упомянуть иуда это был четвертый сын лэй и мы с вами называемся иудим иудим на других народах это джу джуда джу тот же самый жид да то есть все это мы иудеи да почему из всех сыновей яков выбрали именно иуду надо знать почему иуду так назвали иуда назвала лэя назвала иуду она поблагодарила бога потому что у нее родился четвертый сын праматери знали что у якобы двенадцать колен по идее четыре жены на каждую полагается по три сына когда у лэй родился четвертый она поняла что она уже зашла за планку то есть ей дал бог больше чем она по идее должна иметь и она восхвалила богу ягудим в нашем имени в нашей фамилии написано мы ягудим мы хвалим бога мы благодарим бога надо понять что очень часто всевышний дает нам больше чем мы заслуживаем когда я говорю очень часто это преувеличиваю это почти всегда и мы дала то слово егуда слова в доме нет наше с вами с вами имя нашего народа еще интересный момент егуда он отключился это будет через две недельные главы когда его невестка забеременела и он ее подозревал что она непонятно там где-то гульнула забеременела он хотел ее казнить на самом деле она от него забеременела и он признался он сознался признался он сказал да она от меня это я я виноват гойдо на самом деле егуда это и благодарить и признавать на святом языке это однокоренные слова потому что на самом деле когда вы кого-то благодарите вы признаете что вы ему что-то должны Люди по своей природе не хотят от кого-то зависеть. Люди не хотят признаться, что да, все-таки, хочешь не хочешь, но в конечном итоге родители следили за вами, когда вы были маленькими. Хочешь не хочешь, жене сказать спасибо, что как-то нас все-таки кормят с горем пополам. Люди не любят. Когда вы кого-то благодарите, вы кому-то говорите спасибо, благодарю и тогда вы согласны, что вам что-то дали. Так Иуда это и то, и то. С одной стороны они правдивые люди, это правда. Иуда это мы сознаем и признаем, что нам что-то хорошее дали. И мы благодарим. Надо помнить, что это нас, это основа еврейского народа именно Иуда. Кроме того, что Иуда это колено царей. Иуда это царь Давид, царь Соломон. И с Божьей помощью мы ждем, когда придет Машеях, это именно колено Иуды. Но это, даже другие колено, они нужно называть царство, называлось царство Иуды. Потому что в нас вложены вот эти вещи. Интересно, кстати, тоже про Иуду написано, что Лея назвала его Иуда. Потому что я поблагодарю Бога. И написано, что у него перестали рождаться дети. То есть у него прекрасно все шло. Там на самом деле комментарии говорят, у него буквально один за другим рождались эти дети. Потому что Яков не столько времени прожил. Сколько там, Яков семь лет работал, потом еще шесть. И у нее за это время столько детей родилось. То есть они действительно очень быстро рожались. И четыре ребенка родилось, потом какая-то пауза. Так комментарии говорят, что она перестала молиться. Она молилась сначала, нам было написано, что ей казалось, что ее как бы Яков даже не любит. Поэтому она плакала, молилась. Потом у нее родился Рувен, Шим, Леви, Иуда. Теперь мне даже дали более чем достаточно. Апамо и дай, ой, теперь я поблагодарю Бога. Все расслабилось. Мне пристали рождаться дети. Потом она когда уже у других служала, она родились дети. Она тоже начала молиться, просить. Интересная история. Я когда-то удостоился так давно сдать урок о молитве. Я в конце этого урока расскажу эту историю. Я хочу здесь с вами тоже поделиться этой историей. Еврейский солдат, который находился на территории сектора Газа. И происходило это в 2005 году. То, что он в Америке называют дизенгейджмент. Еврейские поселения были эвакуированы. И вот этот еврейский, глава вот этой бригады. Кстати, он был родом из Америки. Он должен был эвакуировать. То есть никто не хотел, конечно, уходить. И он, чтобы не делать длинную историю, он пришел с солдатом. И он сказал, слушайте, он сказал этим поселенцам, что давайте не ссориться, давайте спокойно уйдем. И действительно раввин в синагоге сказал, кто не хочет, конечно, это делать, но мы давайте мирно уйдем, чтобы не прилилось еврейской крови. И они действительно ушли. И этот солдат, этот солдат, он действительно, настолько у него были эмоции, он взял седур, религиозный, не был сад, он был главой этой бригады. Он закопал там свой седур. И он сказал там муравину, поселение, да, мы вернемся. Я уверен, что мы вернемся. Они заплакали, обнялись и они покинули это поселение. Через год, в 2006 году, проходила какая-то там операция. Они искали каких-то террористов. И он обнаружил, что он в этом же месте находится. Там уже все было разрушено, поломано. Те, кто помнят, что происходило после того, как поселенцы ушли, и он узнал эти места. И он нашел то место, где он закопал седур. И он выкопал, достал этот седур. Да, седур был там. Но он как бы чувствовал, что как бы Всевышний, если так можно сказать, посылает ему письмо. Какой-то, какой-то намек. Но он не понимал, как ушел намек. Вот как-то закопал, нашел. К сожалению, это не то, что он имел в виду, что он вернется таким образом. Спросили Рахаима Каневского. Очень интересно, Рахаим Каневский ему задал вопрос. Что было до того, как ты пришел на это поселение? Он говорит, что я молился, чтобы все было хорошо, чтобы этого не случилось. Я молился. Ну, ну что, ну. Потом, к сожалению, ничего не получилось. И я перестал молиться. Рахаим не сказал, что это была твоя ошибка. Все равно надо было молиться. Да. Конечно, поселенцы ущерб. Ты должен продолжать молиться, чтобы им было хорошо, чтобы... Не такое вещь, что закопать седур. Что закопать седур? То есть мы помолились. Была такая ситуация, что мы что-то хотели, хотели, мы поняли, что это не случилось. Все. Нет. Никогда. Never give up. Человек все должен продолжать. Да. Понятно, что если вы за кого-то молились, и уже за него не надо молиться, к сожалению. Не надо продолжать за него молиться. Но есть вещи, значит молиться надо что-то другое. Всегда молитва, нет такой вещи, что мы должны... Достаточно мы не должны сказать, что мы уже не молимся. Никогда не закапываем седур. У нас как бы то, с чего мы начали сегодняшнюю лекцию, у нас есть Шахра из Минхамарев. Мы всегда можем помолиться. Даже Яков, который во время Марева был, он молился. Всевышний слышит эти молитвы и действительно даст Бог, чтобы наши молитвы, все наши хорошие... У нас была полноценная, хорошая жизнь. И чтобы мы удостоились соблюдать все остальные мицы, которые мы еще не можем в Иерусалиме, с нашим даст Бог с храмом. Всего хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok